Как настроение ваше? Давайте похлопаем тех, кто вчера отлично потусил. Остальные? Ладно, меня зовут Сергей Сердюков. Я достаточно давно не выступал на сцене. У меня достаточно большой спикерский опыт. И сейчас я немножко нервничаю. Но это не говорит о том, что мой доклад не будет интересным, динамичным и полезным. Скажу сразу, я не верю в такие презентации, которые раскрывают некоторые подходы, вертикали и так далее. Давайте похлопаем те, кто реально убежден в том, что спикер со сцены может снять, слить какую-то готовую связку. Похлопайте, ребят. Давайте вторая аудитория похлопает этим наивным ребятам. Давайте громче. Еще раз, дайте шуму. Красавцы. Спасибо, друзья. Друзья, в основе каждого успешного кейса, в основе каждого успешного захода в какую-то вертикаль лежит команда, верно? Кто согласен? Поднимите руки. У меня достаточно много успешных и неуспешных кейсов с точки зрения создания команд, с точки зрения инвестиций и прочее. И одним из самых ярких и динамичных входов в арбитраж является команда 2016 года, которую я собрал из людей, которые ничего вообще не понимали в арбитраже. Такое предисловие. Человек, который отвечает за креативы и придумывает связки, подходы, придумывает, а не пиздит их в спайрах, узнает на конференциях и адаптирует. Придумывает от начала креатива до конца воронки, маскировок и так далее. Он был художником и учился на втором курсе университета. И этот человек ничего не имел общего с арбитражом. Люди, которые… или реклама и так далее. Люди, которые пишут сейчас мне текст копирайтера, это доктора, к примеру. Поэтому мысль всей басни такова. Основа любого успешного кейса – это команда. Я не буду вам сливать внутрь бурж и так далее. Я буду говорить о команде. Естественно, я дам вам какую-то пользу. Здесь у меня команда специалистов, которые, если вы хотите после конференции узнать какие-то технические подходы и так далее, потому что я не арбитражник, они могут в углу ответить на все ваши вопросы. Поехали. Философия неспальных связок. Я сейчас буду говорить о каких-то болях рынка, о своих ощущениях, видении аффилиейта, потому что я здесь два года. Ну и быть честным, я, наверное, новичок, потому что два года не так много. Мы очень ценим профит собственный и очень ценим профит наших партнеров. Вот такая внизу фраза «рассказать нельзя молчать». Можно поставить запятую после слова «рассказать нельзя молчать», а можно «рассказать нельзя молчать». Как вы видите, смысл меняется. О чем этот слайд? О том, что мы очень ценим профит партнеров. За два года мы смели только четыре партнерские программы и так или иначе работаем с ними. Перечислять я их не буду, но когда я сходил в рынок арбитража, что я наблюдал? Очень много вебмастеров и партнерских программ, которые… Не хочу ругаться матом, сейчас подберу слово. Ведут себя как девушки легкого поведения. О, привет, на что льешь? Ну, утро? Да, класс, слушай, я тебе дам высокую ставку. И этот наивный вебмастер идет за этой высокой ставкой, партнерская программа ликует, но если мы берем и считаем цифру на поддистанции 3-5 месяцев, с одной и со второй стороны, идут огромные потери, невыкупы, прочее, прочее. И этот арбитражник, который от одной партнерской программы к другой партнерской программы ходит, кается и в конечном итоге не достигает результатов. Я хочу сейчас познакомиться немножко с аудиторией и узнать, сколько здесь соло вебмастеров. Поднимите руку, пожалуйста. Окей, поднимите руку те, кто состоит в какой-то команде. Держите, держите. Что я сейчас наблюдаю на рынке? То, что соло вебмастера, вебмастера, не знаю, как это называется, заливальщики, очень тяжело в одиночку делать на дистанцию долгий стабильный результат. Я прав? Ребята. А те команды, которые сейчас имеют, им тяжело удержать текущий состав. Ну, к примеру, когда я нанял художника и забрал ребят, которые начали у меня зарабатывать, я принес им через полтора месяца 20 или 300 тысяч долларов каждому дал. Я посмотрел на их ошелевшие глаза, и потом у меня с ними, с их стороны состоялся диалог. Сергей, нахрена ты мне нужен? Кто сталкивался с таким? Похлопайте. Ты даешь человеку возможность, и на этом моменте я потерял руки, потому что я понял, что это моя возможность на данном кризисном моменте укрепить команду. Мы прошли перетурбации в четырех уровнях, когда от меня хотели уходить, от руководителей мы хотели уходить, от руководителей, руководителей хотели уходить и так далее. Были жесткие зачистки. Но сейчас команда сформирована, после долгих кризисов она очень сплоченная и готова играть в долгую, играет в долгую. Вот так примерно должна была выглядеть моя презентация. Я сейчас прочитаю. О чем я должен был рассказать? Фарм аккаунтов. Что делать, чтобы они улетали в бан? Да, у нас действительно крутой фарм аккаунтов. Он находится на двух территориях. Аккаунты долго живут, мы льем на нутру, на iGaming. Сейчас начинаем лить на дейтинг. Так, отбеливание лэнда, что пропускает, что не пропускает, примеры. Да, мы знаем, как это делать, примеров у нас куча. Про клоаку пару слов. Да, у нас есть своя клоака. Утп в HR целях. Краткий обзор гео, что идет лучше. Кейс по конкретному офферу и так далее. Кто бы хотел получить эту информацию сейчас? Можно тебе вопрос? Как она тебе поможет? Как она тебе поможет? Что будет круто новичку? Узнать, как фармить аккаунты, чтобы они не улетали в бан. Ты узнал, прошло две недели. Что ты будешь дальше делать? Я тебе дал готовую информацию. Ты прожил на ней две недели. Ты решил из одной из проблем на две недели. На данный момент, допустим, есть предложение по аренде. Есть предложение по аренде. Можно микрофон в зал дать, пожалуйста? Давай с тобой подискуссируем. Мне очень интересна обратная связь с аудиторией, потому что все хотят знать готовые инструменты, алгоритмы. Но когда им даешь это, ни хрена не происходит, потому что ты заложил свою логику, свои мысли в чужие мозги. Он это отъюзал, но он-то не думал сам. И он не знает, как потом при очередном обновлении Фейсбука и так далее и тому подобное это исправить. Ребята, где микрофон в аудитории? Окей, давай продолжим так, чтобы не терять время. Мы переходим к вопросам, да? Ну давай мы динамично. Я не люблю как бы опираться на слайды, не претендую на умные мысли, но мне очень интересно узнать фидбэк аудитории. Основная моя задача немножко встряхнуть ваши мозги, скорее мозги новичков. Ну да, это по адресу. По адресу, давай. Окей, я тебе дал фарм аккаунтов. Рассказал. 100 долларов аренда, получается, аккаунта, якобы с гарантией. Окей, смотри, у тебя сейчас стоит, давай конкретно, да? Да, да, да. У тебя сейчас стоит время либо самому фармить, либо купить, верно? Что делать? Начинающему проще взять в аренду с гарантией, то что забанится, еще сразу дадут в течение двух дней. Да ни хрена не проще, сука, тестировать надо. Ты берешь, фармишь, блядь, и берешь, покупаешь порой, верно? Если понимать, как фармить, то возможно. А что сделать, чтобы понять, как фармить? Тут, сюда, на конференцию прийти. Давайте похлопаем, поддержим, искренне. Можно я тебе дам ответ, и ты сейчас это сделаешь? Чтобы узнать, как фармить, тебе нужно покинуть эту аудиторию и идти общаться там, а не слушать меня и слушать спикеров. Спасибо. Это более профитный вариант решения данной ситуации или нет? Надо пообщаться. Иди общайся, есть же нетворкинг. На самом деле нет. Сенсей будет рассказывать как раз про то, как фармить аккаунты в том числе. Но у каждого схема фарма абсолютно разная и подход разный. Можно совмещать разные подходы. Смотри, наша как работает схема фарма, я объясню. У нас постоянно тестируется около 3-5 гипотез в месяц. На двух разных гео. Это Беларусь, Минск и это Киев, Украина. Тысячу, сука, частиц и переменных, которые на это влияют. И что делает наш руководитель фарма? Он нанимает людей, которые готовы думать, вникать в логику Фейсбука и тестировать разные гипотезы. В них входит покупка разных аккаунтов у разных людей. Мы теряли десятки тысяч долларов на этом. Ну да, это тест гипотезы, и ни хрена не получилось. Мы теряли десятки, не одну десятку тысяч долларов на закупке разного оборудования и так далее. Это постоянный тест гипотез. Из-за того, что там много переменных, нужно постоянно тестить. Сказать какое-то одно решение, да, Раф сейчас выйдет, Раф красавчик, он расскажет, реально. Но смысл? Пройдет неделя, две, три, и если вы не словили этот алгоритм, сами что-то не придумали, вы не можете его развить. И ваши подходы умирают через месяц. Кто со мной согласен, похлопайте, пожалуйста. Кто не согласен, крикните фу. Спасибо. Частицы. Я не соображаю в технических моментах. Я еще раз говорю, моя основная компетенция во всех бизнесах – это подбор команды, нутворкетки, инвестиции. Для меня арбитраж выглядит примерно следующим образом. Это тысячи разных частиц, которые каждый из наших отделов постоянно меняет. Когда мы погрузились в это, да, мы заработали достаточно большую сумму денег за первый год. И мы поняли, что для нас это такой стартап, который не привезен ни к какому формуляру. О чем я говорю сейчас. Я говорю сейчас о том, что арбитраж, сука, реально может выглядеть как бизнес. В котором могут быть свои отделы, могут быть регламент компании, папка должности, файлы, когда человек наступает в должность, обучение. И это все такая жесткая-жесткая иерархия. Собирая эти частицы, мы начали описывать должность каждого абсолютно юнита. Это реально вот такие папки, расписывая их просто до талово, до величайших подробностей. Это очень сильно упростило нашу жизнь. У нас в два раза уменьшилась команда, но увеличился профит. В несколько раз. Все это начало ложиться на некую схему, которая уже можно приводить к капитализации компании. Легнистеров и так далее, да. Но об этом сейчас не будем, я чуть попозже расскажу. Частицы. А вот что-то мне, продуктовнер мне прислал и говорит, надо какую-то пользу дать. Давайте разберемся вместе. Что-то. Вот тысячи переменных. Аккаунт, происхождение аккаунта, инструменты фарм, место посадки и прочее. Вот они, вот они все, их много. За каждый из этих переменных отвечает определенная команда. Видите, там Visa, MasterCard, виртуалочка, тематика уфера, самописная клоака есть у нас и так далее и тому подобное. Вот эта сумма, меня попросили сказать, я честно скажу, я не считаю ее большой, это в долларах 387 тысяч. Мы заработали, по-моему, там за 4 месяца, начинав работать с компанией, не компанией, а партнерской программой Пагетти. Кстати, о работе с партнерскими программами. Я так немножко хаотично, сори, потому что полчаса для этой темы это очень-очень мало. Но основные смыслы я до вас донесу. Не бегайте, ребята, от партнерки к партнерке. Со всеми овнерами, когда мы приступали работать, я говорил, давайте более плотно интегрироваться в цифры. Я пришел в SMM, в арбитраж, имеющий 8-летний опыт в социал-медиа маркетинге. Я был первым SMM специалистом в Беларуси, я достаточно много проектов и собственных бизнес на миллионы долларов продвинул, ездил с ними на конференции, выступал и так далее. Именно подход из белой ниши, digital, social media, интеграции в оворонку, интеграции в деньги, позволяет нам более-менее стабильно и в долгую работу с партнерами. Вот сумма много-мало, мало, но уверенно. Одна партнерская программа в спагетти. Какие маскировки? Что там о маскировках? Кто не знает, что такое маскировки? То, что позволяет опихать серые темы в Facebook. У нас есть самописная клоака. Мы одни из первых на рынке начали использовать технологию чат-ботов. Опять же, это опыт и бэкграунд белых тем. Digital, social media. Что такое чат-боты? Когда человек попадает на нутру, мы работаем только с буржем, и у нас начинается цепочка общения. Приветствие, какой-то вопрос, человек отвечает, с ним общается бот. Но бот был заточен так глубоко и очень широкая воронка, что реальная имитация общения с ботом не ощущалась, как будто реальные пользователи. И на каком-то моменте подсовывалась ссылка. Мы это использовали на проекты VR, то есть мобайл и так далее. Это была одна из наших маскировок. Кстати, если вы умеете писать хорошие воронки, это еще работает, это действительно можно реализовывать. Собираете базу 15 тысяч аккаунтов, которые попали в чат-бот, можно их добивать. Нажать им одной кнопки и измениваем текст рассылки. Маскировки, самописная клоака, чат-боты. И че-то забыл, ребята, если из команды слышат, расскажите. Нету. Ну, забыл, значит, едем дальше. В общем, мы используем маскировки, мы умеем очень хорошо обелять белые темы. Обеляем мы их не только текстом, но и каким-то кодом. Кстати, вот вам скажу тоже момент. Когда мы переходили работать с СНГ на нутру, я сказал о том, чтобы ребята делали огромный акцент на проработки всей цепочки касания использователя, начиная от креатива, заканчивая прокладкой, на которую ведет трафик. То есть мы не используем прокладки партнерских программ. И у нас выходит такой стори-теллинг для пользователя. То есть он видит рекламный баннер. Это первое сообщение к нему. Потом он выходит на прокладку. То есть и там продолжается уже какая-то история. И, соответственно, от креатива зависит то, на какую прокладку он попадет. То есть это не был хаотичный там трафик, который просто идет в большом количестве, и там получается какая-то конверсия. Именно поэтому по отзывам компании 8-бит-групп у нас один из самых выкупаемых трафиков среди всех партнеров. Вот тоже проблема. Сегодня ты, братик, а завтра морковка сзади. Кто понял, о чем я говорю? Похлопайте. Все те, кто не поняли, поговорите с теми, кто поняли. Я не буду комментировать эту хрень, но это отношение вебмастера-вебмастера, отношение в партнерской программе с партнерской программой. Не всех. Я не говорю сейчас про старичков, уважаемых людей, которые уже в нише давно, привязаны к партнерским программам. Я говорю про всех остальных. Я когда попал в нишу арбитража, мне она понравилась динамичной тусовкой, классными мозгами, ребятами. Но вот эта фраза… Давайте еще раз похлопаем громко тех, кто с ней согласен. Я призываю всех… Как призываю? Наверное, мой месседж в том, что даже когда вы минусуете, заливая трафик на партнеров, не останавливайтесь. У нас есть реальные кейсы на 5 миллионов минуса, на 3, когда мы просто не стопали трав. Мы работали в минус, но партнерская программа, открыв там под нас колл-центры, могу где-то ошибаться, но суть такова. Выявила огромную благодарность, и через полгода-год это нам окупило в десятки раз. Не будьте перебежчиками, гиенами, падальщиками. Если вы нацелены на игру в долгую, хотя бы в дистанции полгода-год, сосредоточьтесь на одном партнере, сосредоточьтесь на нескольких партнерских программ для диверсификации трафика. Я не говорю о том, что работать с одной партнерской программой это эффективно. Нет, 2-3 достаточно по одной вертикали, и там достигайте результата. Используйте цифры, анализируйте, но не будьте поверхностными. Европейский и русский подход. Вот тема интересная. Я очень много путешествую в рамках других своих проектов с компанией-предпринимателем. Мы встречаемся с госсектором, с политиками, миллиардерами, миллионерами. Смотрим, как у них команды устроены, что у них. Погружаемся в бизнес, много анализируем. Русский подход. Сегодня мы бухаем, ты мой братюня. Раз, класс, все. У нас есть профит, делим деньги. Как только все хреново, что происходит? Ну как так? Ты же мой бро. Европейский подход. Начальник тебя дрючит с 9 до 6. Потом вы идете с ним всем в бар. И он тебе расскажет про свою семью, и все хорошо. Понебратство при формировании команды. Я сейчас говорю о том, что я переживал. О том, что переживают мои партнеры, когда советуют со мной о том или ином принятии решения. Строя команду, ребята, держите дистанцию. Это очень важно. Мы все бро, когда у нас есть деньги. Мы все бро, когда у нас есть рабочая связка. Но как только это заканчивается, у нас происходит огромная беда. У меня это было не единожды. Я за второй подход. Я говорил о том, что мы описали нашу компанию. Компания называется Jordan Traffic. Мы ее описали полностью по процессам. Ввели продукт должности, папка компании и так далее. Это реально похоже на бизнес. Ты приходишь в компанию, ты понимаешь, с кого спрашивать. Ты приходишь в компанию и руководитель понимает, кому дать таск, кого нанять. На ту или иную должность, чтобы достичь результата. Недавно совсем мы скантили очень-очень золотого человека. HR. Процесс найма, как у нас выглядит в компании. Наш партнер художник, копирайтер, врач. Я об этом говорил. Партнер, креативщик, которого я подобрал на втором курсе. Маленький мальчик, который зарабатывал 300 долларов, теперь имеет долю в этой компании. Кандидаты. Как происходит подбор кандидатов? Есть три формата. Ходкантинг, рекомендации, либо личные отлики. Естественно, я за второй вариант по принципу гугла, когда человек приходит по рекомендации. Внимание это не всегда человек и зачастую не всегда человек с профессиональными компетенциями. Он может глубинно видеть людей и работать в фарме. И этого будет скилла достаточно. Почему? Потому что грамотный руководитель затюнит и даст ему, вот то, что я говорил с новичками про фарм и так далее, даст ему тот вектор и логику мыслей, которую он начнет дальше развивать. Потом телефонное интервью через HR, оценка личностных характеристик через HR сканер, дается тестовое задание, потом очное собеседование HR и руководителя, потом очное собеседование с нашей службой безопасности. Потом мы ему даем либо оффер рабочий, и он устраивается к нам в компанию, либо он попадает в наши кадровые резервы. Я сейчас закончу этот слайд и хочу пообщаться ответственно на вопросы. Мы открыты к сотрудничеству, мы готовы взять несколько веб-мастеров, у которых не хватает либо оборотки, либо не хватает чего-то для того, чтобы получить результат. Услышите меня? Я сейчас говорю абсолютно осознанно следующую фразу. Человек, который не держал в руках 10 тысяч долларов, сука, он не может в месяц вам принести 10 тысяч долларов. Он может на хайпе сорвать на одной связке сотку, месяц, второй, третий, потом будет сосать пальцы. Таких людей нужно чипать, таких людей нужно взламывать. Когда к нам устраивается веб, я лезу, сука, в его мозги. Я пытаюсь понять масштаб его мыслей, ту беду, которую он может своими мыслями принести в виде профита. Кто согласен с тем, что человек, у которого приземленный, даже если он получил 100 тысяч долларов, он не сможет нащупать и нашел первую связку, он с меньшей долей вероятности сможет нащупать годную связку, просто потому, что он не представляет, ну, у него нету, как сказать, скудность мысли, бедность ума я называю. Похлопайте, кто с этим согласен. Окей, а теперь кто с этим не согласен? Это важно. Я сталкивался с этим и сталкиваюсь до сих пор. Мы готовы взять людей, мы готовы их чипать, хакать, делать с ними все, что угодно, дабы довести результат в долгую, сука, в долгую. Если вы адекватный заливальщик, пишите мне в Telegram, Instagram, что-нибудь. Ставьте плюсик под моим последним постом в Instagram. Мы с вами свяжемся в течение 2-3 дней, обговорим условия. Да, естественно, у нас есть какие-то там повышенные ставки, капы и прочее, о том, в чем я не разбираюсь. Это мы все предоставим вам. У нас еще есть 6 минут 55 секунд, я готов ответить на аудиторию зала. Я не хочу общаться про технические части, а хочу говорить о людях. Поднимайте, давайте поаплодируем сначала Сергею. Эй, подожди, бро, надо так. Давайте поаплодируем так, как вам понравилось. Прошу. Меня зовут Улубий, у меня такой вопрос. Я просто пришел поздно, может быть, вы говорили со сцены, не знаю, как сделать так, чтобы вебмастера именно результативные были в команде, то есть они не уходили. Ну, банальный вопрос, но мне интересно. Класс, супер, смотри, работает у меня девочка, получает полторы тысячи долларов, но с каждым месяцем она работает хреново. Я говорю, это реальный кейс, я тебе 1600 заплачу, 1700, 1800. А, все хуже, хуже, хуже. А потом я думаю, что за хрень? Я беру и даю ей абонемент в годный тренажерный зал. Понимаешь? Деньги не есть мотивация для вебов. Для вебов есть мотивация, безопасность, особенно если мы говорим о Беларуси. Сука, это мой самый пиеновый оффер в этой стране. Я имею административные ресурсы, ребята. Давайте к нам. А, безопасность. Это что? Это внимание. Ну, банально. Кто такой веб? Классный веб. Ну, я извиняюсь, не хочу никого бить, но это такой человек одинокий, да? Человек, которого нужно любить. Давайте внимание. Но не искусственно, сука, это делать. А по-настоящему. Я когда узнаю, что у моих сотрудников операция на нос, я за свой карман достаю деньги и даю им на операцию. Говорю, бро, это тебе от компании. Я когда узнаю, что у мамы плохо, я докторов ищу и делаю. Понимаешь, что я решаю? Понимаешь, сколько у меня сотрудников? И, сука, это для меня важно. И поэтому меня оценят и любят. Это более плотная интеграция. Это более плотная интеграция с людьми. Хороший веб. Что еще хорошему вебу надо? Тусовка. Правильно? Но не эта тусовка, которая, сука, происходит. Обычно. Чувак, пошли в страйкбол поиграем. Кто подписан на мой инстаграм, похлопайте. Ебать. Остальные подпишитесь. Это какая-то тусовка. Это что-то, ну, такое, знаешь, культурное. Разговоры о искусстве. И так далее. Банально. Ты можешь эту цепочку продолжить. Деньги не есть мотиватор. Далеко. И когда ты человеку создашь островок безопасности, как девушка. Польешь, она расцветет. Вот тогда, ну, уже сам решай, что делать. Окей, 4 минуты. Еще есть. Так, поднимайте руки. Еще вижу два вопроса. Привет. Привет. У меня обратная ситуация. Есть вебы, которые, не знаю, полгода назад залили белый простой оффер. Снимали на нем очень хороший бак. Там по 3-5 тысяч баксов. Ага. А сейчас они… Не, ну, за месяц зарабатывали себе чистыми. Я понял. А сейчас они обленились и ничего нового не хотят тестить. Вот как с ними быть? Как их пинать? А ты кто для этих вебов? Тимлид. Тимлид? Значит, ты хуевый тимлид. Спасибо за ответ. Так, еще вопросы. Здесь и здесь. Давайте там. Потом тебя и переходим к следующему спикеру. У меня есть ответ. Подойдешь ко мне и отвечу. Ну, не хочу время. Я тебе расскажу. У меня была такая ситуация у ребят. Отвечу, чтобы не быть голосовым. Сереж, вот там вопрос. Да. В последнее время набирают тенденции именно удаленные… Наем удаленных сотрудников. Да. Есть ли у тебя в команде удаленные сотрудники? И как ты их хантишь, как проверяешь, как удерживаешь? У меня есть огромный страх работы с фрилансерами в других направлениях, бизнесах. У меня есть там фрилансеры и прочее. Здесь тоже есть фрилансеры. Но те, кто влияют на бабки в арбитраже, честно, я пока что не шагнул. Я объясню почему. Потому что, а, информация, которой мы владеем, стоим огромное количество денег. Б, привлекая вебом и рассчитываем на шестизначные суммы в месяц в валюте, в долларах. То есть, да, там от 100 тысяч долларов, хотя бы к этому, там через 3-4 месяца. Я не могу пока что, не имея контакта, вот буду честен, да, доверить вебам. Но цель этой конференции найти таких ребят, посмотреть им в глаза здесь, стукнуться и, возможно, разойтись и делать деньги. К сожалению, пока что этот вопрос у меня вот в таком состоянии за 2 года. Спасибо. Так, еще был вопрос. Я всех помню, не надо меня обманывать. Привет, Алексей. Привет. Очень приятно. Скажи, как ты защищаешься или анализируешь, у тебя вебы есть, что они, та команда, которая тебе принесла, там креативы сделал, да, он залил, что он не будет сам на себя дополнительно все, что вы создали, еще слева на себя ночью допустим. Да, смотри. Если, я очень честный, открытый человек. У меня есть огромная репутация в разных комьюнити. Я не подпускаю людей, которых я сомневаюсь. Очень сильно фильтрую этот момент. Я исключаю вариант шейва, отлитие там влево-вправо и так далее. Все решает доверие. Доверие рождает авторитет. Я являюсь авторитетом для своих вебов, командов. Я скажу честно, меня боятся. Это не шутка, это не лезь, там не громкие слова. Боятся на фоне уважения, боятся потерять связь со мной, боятся потерять возможности, мой социальный капитал и прочее. Но у меня есть офигенная служба безопасности. Вот в принципе все, что я хотел сказать в этом моменте, которая, я не буду рассказывать подробности и прочее, а основной, конечно, ключевой момент это отношения все-таки, это диалог с человеком. Если опять же, понимаешь, нахрена человеку пиздить и шейвить, налево лить, если я забочусь не только о нем, о его близком окружении. Чувак, ты хочешь командировку, у тебя бабок нет. Ну давай подумаем, если тебе это надо, мы тебе дадим. У нас все так решается. И это не всегда KPI какие-то и прочее. Ко мне всегда могут подойти, ну, то есть, ты понимаешь, да, иерархию сотрудников, да, и они вот через столько ступенек могут в кабинете сказать, здрасте, и открыто поговорить. Я никогда не откажу. Вот о чем я.